Здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Многие туристы любят путешествия за возможность отыскать уникальные природные достопримечательности и увидеть своими глазами красивые места. К числу таких мест можно отнести водопады, ведь ничто не сравнится с теми ощущениями, которые дарят шум бурлящих водных потоков. Они завораживают и успокаивают, наполняют энергией и поражают своей массивностью. Если магия на этой планете существует, то она заключается в воде, писал Лорен Айзли. Достаточно увидеть хотя бы один из этих восхитительных водопадов, чтобы убедиться в справедливости его слов. Водопад Виктория – это гигантский водопад, длина которого превышает один километр. Его брызги или туман могут подниматься в воздух на высоту около 500 метров. Брызги видны за 30 километров. Водопад, по некоторым параметрам, является наибольшим водопадом в мире, а также является одним из самых необычных по форме. Водопад представляет собой необычайное зрелище, узкую пропасть, в которую падает вода, и имеет самую разнообразную и легко наблюдаемую дикую природу любого участка водопада. Неудивительно, почему это одно из самых ценных сокровищ Земли, и миллионы людей посещают его, чтобы увидеть его красоту. Это одно из самых живописных мест в мире. Рай для людей, которые хотят увидеть и ощутить красоту природы. Водопад Виктория в Южной Африке можно отнести к самой важной и красивой достопримечательности всего континента. Доступ к знаменитому водопаду имеют две страны – Зимбабве и Замбия. Большинство троп, ведущих к водопаду, проходят по Замбии, но с этой стороны вы сможете увидеть только до 30% водопада. Между тем, трассы на стороне Зимбабве позволят вам увидеть примерно 80% водопадов. Большая часть туристов прибывает через Замбию, так как в Зимбабве туристическая инфраструктура развита очень мало. Местные жители прозвали водопад «Гремящий дым». Оно появилось из-за огромного занавеса из мелких водяных частиц, которые растягиваются примерно на 2 километра. Громкий рев, который издает вода, обрушивается в ущелье реки Замбези со 120-метровой высоты и образует над Викторией плотный туман. Максимальный поток воды в секунду 5 миллионов литров. В его окрестностях практически невозможно разговаривать, потому что рев падающей воды заглушает все звуки. В верхней точке 120-метрового водопада Виктория в Зимбабве есть естественный горный водоем, названный Дьявольским прудом, где вода относительно спокойна. С сентября по декабрь, когда уровень воды низок, Дьявольский пруд превращается в один из самых огромных в мире водоемов, в которых можно плавать. Окружающий вид, конечно, заставит вас немного понервничать. Отважные посетители могут плавать, несмотря на риск вылететь за край в этом, естественном бассейне, расположенном на краю водопада Виктория. У пруда Дьявола, выступающий вверх, выступ скала не дает посетителям упасть вниз. Любители острых ощущений справятся с бушующими бурными течениями во время рафтинга. Некоторые совершают обзорный полет на вертолете. Некоторые даже прыгают сквозь туман на тарзанке. Другие туристы отправляются на сафари на каное и круизы на закате, откуда открывается захватывающий вид на дикую природу. Независимо от того, любите ли вы острые ощущения или больше любите расслабиться, если вы ищете истинный вкус африканской культуры, вы можете записаться на встречу с местной семьей, чтобы отведать традиционный африканский обед в их доме. Интересные факты о водопаде Виктория. В самом высоком месте высота водопада Виктория достигает 120 метров. По высоте он почти вдвое превосходит знаменитый Ниагарский водопад. В ширину водопад Виктория достигает 1,8 километра. При высоте в 120 метров, что не очень много, водопад Виктория является единственным в мире, имеющим высоту более 100 метров и ширину более километра. Первым европейцем, увидевшим водопад Виктория своими глазами, был первопроходец Дэвид Ливингстон, добравшийся до него со своей экспедиции в середине XIX века. Шотландский врач и исследователь Африки, Дэвид Ливингстон открыл водопад Виктория в 1855 году. Чтобы лучше видеть водопад, Ливингстон стоял на небольшом участке на краю водопада посреди его ревущих вод. Этот небольшой участок земли теперь известен как остров Ливингстон и является одним из лучших мест для наблюдения за природной красотой водопада Виктория. В 1857 году он написал, что в Англии никто даже не может представить красоту этого зрелища, никто не может вообразить себе красоту зрелища в сравнении с чем-либо виденным в Англии. Глаза европейцы никогда прежде не видели такого, но зрелищем столь прекрасным любовались, должно быть, ангелы в своем полете. Европейское название «Виктория» было дано водопаду вышеупомянутым Дэвидом Ливингстоном в честь британской королевы Виктории. Популярность к водопаду Виктория пришла в 1905 году, когда до него была протянута железная дорога. Водопад Виктория существует благодаря реке Замбези. Река Замбези, длиной 2574 километра, четвертая по длине река в Африке, изливается к водопаду Виктория. Вода продолжает поступать в несколько приграничных стран, таких как Намибия, Ботсвана и Мозамбик. Наконец он заканчивается в Индийском океане. Через реку Замбези, на которой и находится водопад, перекинуто всего пять мостов. Красивый мост Виктория Фоллс, построенный над вторым ущельем водопадов, пересекает реку Замбези прямо под водопадом. Соответственно, мост соединяет две страны, Замбию и Зимбабву, с пограничными постами на обоих концах. Мост у водопада Виктория был построен в Англии. Длина моста у водопада Виктория составляет 198 метров, а высота – 128 метров. Когда начинается засуха, водопад обычно уменьшается и островки на гребне становятся более многочисленными и широкими. По крайней мере, половина каменистой поверхности водопада может высохнуть с сентября по январь, и дно первого ущелья можно увидеть на большей части его длины. По имеющимся данным, недавняя засуха охватила регион в последние годы, еще больше снизив сток воды до самого низкого уровня за 25 лет. В сухой сезон водопад Виктория изливает около 350 кубометров воды в секунду, а в дождливый сезон – почти в 30 раз больше, около 9100 кубометров в секунду, что составляет более миллиарда литров за две минуты. Даже просто стоя рядом с водопадом Виктория, можно легко промокнуть, потому что воздух тут насыщен мельчайшей водяной пылью. Лучшее время года – с февраля по май. Это месяцы, когда водопад Виктория находится в лучшем состоянии. В эти месяцы посетители могут наслаждаться самым большим в мире листом падающей воды. Над водопадом Виктория можно увидеть не только дневную, но и ночную радугу, если на небе ярко светит луна. В полнолуние у водопада Виктория появляется знаменитая луна. Не вдаваясь в подробности науки, луна или лунная радуга – это серия радуг, которые можно увидеть ночью в брызгах водопада Виктория. Это чудо наиболее ярко проявляется во время паводка, обычно с апреля по июль, когда в небе совсем мало облаков. Водопад Виктория имеет шесть ущелий. Первое ущелье измеряет стоем. Второе ущелье – Кипящий котел, расположено под водопадом Виктория, его длина составляет 2 километра. Гидроэлектростанция Виктория-Фолл находится в третьем ущелье. Это ущелье имеет длину около двух километров. Третье, четвертое и пятое ущелья – самые длинные из шести. Сонгви – шестое ущелье водопада Виктория, протяженность которого составляет 3,3 километра. Его название произошло от реки Сонгви, которая находится примерно в пяти километрах от водопада Виктория. Пятое ущелье составляет 3,2 километра, а четвертое – более двух километров. Национальный парк водопада Виктория расположен в северо-западной части Зимбабвы, называемой районом Хванги. Его площадь составляет 23,5 квадратных километра. На территории национального парка находится тропический лес, растущий в брызгах водопада Виктория. Он также поддерживает многочисленные виды растений. Национальный парк водопада Виктория поддерживает разнообразную дикую природу. Посетители и туристы национального парка водопада Виктория имеют возможность увидеть здесь различные виды животных, такие как буйвол, бегемот, антилопа, слон, южный белый носорог и кан. На реке Замбези обитает большая популяция крокодилов. Водопад Виктория является домом для различных хищных птиц и для различных водных видов. В одной только реке Замбези обитает более 35 видов рыб. В верхней части водопада встречается более 80 видов. Когда вы находитесь в тропическом лесу у водопада Виктория, лучше всегда оставаться на основных тропинках. В определенные месяцы года прогулка по тропическому лесу может быть очень влажной и скользкой, поэтому будьте готовы, надев соответствующую походную обувь. Тропический лес водопада Виктория является охраняемой территорией. Согласно правилам и нормам тропического леса водопада Виктория, он не позволяет своим посетителям брать образцы растений где-либо на пешеходной тропе водопада Виктория. Также запрещено использовать дроны, кормить диких животных и преодолевать препятствия по тропинкам тропического леса. Власти делают все возможное, чтобы защитить территорию, и посетители должны соблюдать ее правила. Но не унывайте! Вы можете сделать столько фотографий, сколько захотите. В 1997 году водопад Виктория стал одним из семи природных чудес света и является единственным водопадом в этом списке. Эта организация поддерживает и сохраняет все чудеса природы по всему миру. Остальные природные чудеса света включают Парикутин, гору Эверест, гавань Риа-де-Жанейро, Большой барьерный риф, Северное сияние и Гранд-Каньон. Водопад Виктория стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1989 году. Когда достопримечательность или территория объявляются объектом всемирного наследия, это означает, что он считается содержащим культурное и природное наследие всего мира, имеющее выдающуюся ценность для человечества. Спасибо за просмотр! Надеюсь, информация была полезной для вас. Чтобы не пропустить выход следующих видео, подписывайтесь на канал. До встречи!